В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! В ноябре отмечается День отказа от курения. Как бороться с этой пагубной привычкой, сегодня нам расскажут Игорь Ковалёв, заведующий Приморским краевым наркологическим диспансером, Юлия Тельнова, врач отделения медицинской профилактики поликлиники номер 6 и иглорефлексотерапевт Наталья Леонтьева. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Игорь Анатольевич, первый вопрос, наверное, вам. Когда же отмечается День отказа от курения и для чего он нужен? Этот День отказа от курения отмечается в ноябре. Это очень здорово, что на этом ставят свои акценты, потому что как раз привлекая внимание населения к этому вопросу, оно позволяет как раз части населения, которое является, скажем, сомневающейся бросать или не бросать курить, в этот день они могут наконец-то принять это решение и отказаться от курения. Не просто для вообще, да, а в первую очередь для своего здоровья, для своего крепости духа и чтобы всё у них было хорошо. Но обычно говорят, что там с понедельника или с какой-то даты начинают слабаки, но это, наверное, не та самая история. Нет, это как раз вот День для сильных людей. Вот как раз сильные люди вот в эти дни отказа от курения могут принять это решение. А какова сегодня статистика по Россию, по краю, по нашему, по Приморскому, сколько человек курит? Есть ли вообще такая статистика? Ну, статистика достаточно условная, да, но в целом наш Приморский край не отличается от статистики Российской Федерации. Вообще тенденции за последние 10-20 лет идут к снижению курящих людей, да. И если на каких-то этапах курящих, по разным статическим оценкам, было там около 60%, ну, достаточно высокие цифры, да, то сегодня разные исследования показывают, ну, где-то около 40%, там 35%, 45%, ну, разные исследовательские вещи, да. Приоритет, к сожалению, в большей степени, конечно же, у мужчин, но и доля женщин тоже имеет такую весомую роль. Поэтому у нас в Приморском крае, ну, в среднем тоже такая же статистика. Наталья Ивановна, вы что-то хотели добавить, а я хочу задать еще вам свой дополнительный вопрос. Вот Игорь Анатольевич говорит, что больше доли мужчины, меньше женщины, но сегодня еще очень большой процент, мне кажется, курящей молодежи. Курит она не просто сигареты, а современные устройства всякие различные. Это так? Ну, здесь, ну, это так, но здесь нужно сказать о том, что, ну, вот последние документы свидетельствуют о том, что у нас 42% населения, это в основном трудоспособное население, употребляет табак и табачную продукцию. Это то, что мы сегодня говорим, там разные, там электронные, там сигареты, там и все прочее, все прочее. Это все одно и то же. На сегодняшний день литература говорит о том, что в современных сигаретах до 45% находятся различные улучшители вкуса, ароматизаторы. Посмотрите, какие сегодня сигареты ароматные, да? Вот. И столько, не столько, может быть, даже формируется зависимость, как на присредственно на никотин, то есть формируется зависимость на химические добавки. Химическую зависимость лечить сложно. Химическую зависимость ведет очень высокие осложнения, и отказаться пациентам очень сложно. Далее, что можно об этом еще сказать? И что на сегодняшний день радует по статистике? В основном возрастной ценз приходит на лечение от 25 до 60 лет. То есть молодежь на сегодняшний день приходит с семьями, они ставят вопрос о здоровом образе жизни и рождении здоровых детей. На сегодняшний день у молодежи стоит этот вопрос весьма актуально, и это очень даже импонирует. Почему? Потому что уже в литературе написано, что, говорили, что чаще всякие различные патологии рождаются у женщин курящих. То на сегодняшний день поднимается вопрос о том, что этот вопрос поднимается у курящих мужчин. И тоже стоит вопрос о том, что идет изменение, и два раза чаще у курящих мужчин рождаются дети с различной или иной патологией. Или это сердечно-сосудистая система, или это носоглотка, заячая губа, и так далее, и так далее, и так далее. И это очень даже приятно. Что на сегодняшний день в лечебном процессе? В лечебном процессе нам институт один раз в полгода, или раньше была в квартал в связи с этой эпидемией, немножко все это как-то отложилось. Нам читают в онлайне лекции, Институт имени Сирской психиатрии и наркологии, читают лекции о лечении синдрома зависимости от табака. Я хочу сказать, да, и так называемая доказательная медицина, иглорефлексотерапия, это доказательный фактор в воздействии и на лечение. Поэтому это очень даже хорошо и здорово, что у нас сегодня и более взрослое население ставит вопрос, какие мотивы играют это сохранить имеющееся здоровье. И, конечно, сегодня поднимает вопрос то, что это очень дорого. Ну, да, тут нельзя не согласиться, наверное. Говорят, что очень дорого. Ну, в общем-то, в принципе, можно так понять, да. Юлия Владимировна, насколько вообще велика зависимость курильщика? Мы понимаем, зависимость наркомана, она понятна, а зависимость курильщика, ну, казалось бы, мы все привыкли, что у нас там папа, сидя за столом, где-то курит, дедушка, я не знаю, со времен еще войны курил. Ну, вот насколько велика зависимость курильщик? Очень хороший вопрос. Наверное, это как-то сложно оценить, по крайней мере, на амбулаторном этапе. Это, наверное, больше вопрос вот к тем, кто работает и уже помогает в тяжелых случаях, да, зависимости, когда люди не могут самостоятельно отказаться от этой пагубной привычки. Ну, вообще, зависимость, конечно, достаточно сильная, побороть ее самостоятельно, это, ну, одного желания мало. Нужна еще очень такая серьезная, на мой взгляд, да, дисциплина, потому что это уже мало того, что это на физиологическом плане зависимость, это еще психологическая зависимость. То есть, когда мы идем курить? Мы идем курить, когда мы пострессовали, когда нас что-то разозлило, когда нас кто-то подрезал на дороге. То есть, в стрессовых ситуациях мы их закуриваем, да. Кто-то заедает, а курящие люди закуривают. Поэтому, когда такие люди пытаются бросить курить, им, конечно, сложно, потому что это же нужно придумать какой-то новый алгоритм реакции на такую стрессовую ситуацию. То есть, помимо того, что это физиологическое, это еще очень сильная психологическая зависимость. В дополнение можно сказать, что табак – это продукт счастья. Ведь вырабатывается, ну, мягко говоря, гормоны комфортности. И хорошо… Что в табаке что-то содержит? Да, нет. Просто нам просто вырабатывает центр удовольствия, и идут гормоны комфорта. Ему хорошо, он покушал, покурил, еще стало лучше. И отказаться от комфорта, от ощущений, мы живем в ощущениях, очень сложно. Поэтому на сегодняшний день существует база со всеми специалистами, где работают… Вообще, синдром зависимости от табака, он относится к наркологическому заболеванию. По реестру международной классификации болезней он относится к наркологическому заболеванию. Единственное учреждение, где работают врачи-наркологи, рефлексотерапевты, работают психологи с этой данной категорией пациентов. Да, рецидивы есть, и это нормально. Мы берем телефоны пациентов, их обзваниваем, и по законодательному акту, если вот то, что нам институт рекомендует, у нас до 86% ремиссий до полгода-год. Вот. Это очень хороший успех. Ну, работают специалисты, специалист не один, работает трое, работает целая бригада. Вот. Лечение, я считаю, очень успешно. Тем более, что на сегодняшний день, если взять литературные данные, вот последняя, Винстон сигарета. В одной сигарете находится, по-моему, 9% смол различных, пригоринитый. Вот. И только 0,7% никотина. То есть, в основном, конечно, смола, которая... Да, она оседает, естественно, эпителий всей дыхательной трубки. Видите, там нос, ротовая гортань, трахея, легкие. Отсюда возникает, что бронхолегочные заболевания. Отсюда страдает насыщение кислородом легочные организмы. Мы говорим о том, что да, он там вспыльчивый, он не может спать в силу какого-то характера. Мы говорим, а это самым образом работает. Ничто иное. Токсическое воздействие – это никотина. Игорь Анатольевич, вот такой вопрос задам. Если сравнивать, допустим, с человеком, употребляющим наркотики, наркомана его в толпе видно, а курильщика его в толпе видно или нет? Ну, конечно же, его в целом тоже видно, да. И вот степень зависимости, вот Наталья Ивановна правильно подчеркнула, здесь переплетается уже и никотиновая зависимость, и те химические элементы, которые туда тоже введены. И по сути вот эта мощность, высота, она становится выше. То есть рецепторы, которые провоцируют выброс гормонов удовольствия, начинают увеличиваться, 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 да, и организм начинает требовать заполнения этих рецепторов. Тем самым увеличивается эта тяга, вот это влечение, частота, доза, концентрация этого никотина. И тем самым, конечно же, тот курильщик, который уже будет вот к вашему вопросу в толпе идти, да, ну, в любом случае, это идет воздействие на кожу в том числе, да, то есть она, скажем, ну, условно говоря, становится более суши, то есть черты лица, скажем, более такие как бы сухие все-таки вот в этом плане, да, потому что все-таки вот ломкость определенных волос, и это, конечно, все равно в целом вот курильщик, ну, не говоря уже о запахе, который чаще всего все-таки исходит, да, но вейпы пытаются перекрасить эту картинку в другие более раз же цвета, но все-таки это тоже не сильно меняет картину, и когда мы видим людей все-таки уже со стажем курения, конечно же, их в целом видно. Дело в том, что легкие курируют кожу, состояние кожи, и очень часто дамы приходят, я говорю, как вы себя чувствуете? Именно на работе мне сказали, я очень хорошо помолодела. По коже лица, это зачастую у них что, акне, псориазы, различные кожные заболевания. Как правило, в общем, человек указывает на свою пагубную привычку. Не говорим о стопроцентах, но зачастую это наблюдается, к сожалению. Юлия Владимировна, ну, если с наркологическим диспансером мы немножко понимаем, как обстоят дела, да, и как обстоит лечение, то какова цель кабинетов отказа от курения в поликлиниках? Смотрите, начнем с того, что в нашей поликлинике кабинет отказа от курения был открыт в начале 2020 года в рамках проекта «Надлежащая практика». И первое занятие у нас проводилось совместно с врачами Краевого центра профилактики 17 марта 2020 года. Цикл полный обучения состоит из четырех занятий. То есть человек, прошедший все четыре занятия, считается человеком, закончившим обучение в нашей школе отказа от курения. Кабинет оснащен по стандартам, прописанным министерством, да, по данному направлению. Там имеется и монитор для демонстрации каких-либо видеоматериалов, презентаций по курению. Разбираются мифы, как действительно воздействует никотин, да, и табачная зависимость на организм. Пациентами заполняются тесты, анкеты на определение степени зависимости от никотина, на то, насколько они хотят бросить. И далее продолжается обучение. То есть основная цель кабинетов отказа от курения в поликлиниках – это мотивация пациента бросить курить и возможность сделать это без медикаментозного вмешательства, при условии, что это возможно, и это не такая сильная зависимость, где необходимо такое вмешательство. Занятия у нас проходят каждую неделю по средам с 4 до 5 по адресу Черемуховая, 32, кабинет 219. Так как это школа отказа от курения, да, то есть это групповые занятия. Сначала формируется группа из 80 человек, желающих пройти обучение. Далее с ними созваниваются и обговаривают дату начала самого цикла. Записаться, как бы, можно там, да, на стойках регистрации или подойти, собственно, в кабинет отказа от курения, оставить свои данные, как набирается группа, созваниваются и обговаривают дату начала. У нас в кабинете отказа от курения к работе привлекаются врач по медицинской профилактике и врач-психиатр-нарколог, который у нас имеется в составе отделения. Поэтому там проводится полноценная работа. Рассказывается, да, о воздействии никотина, о том, насколько это пагубно, и что человек в состоянии самостоятельно с этой привычкой распрощаться. Да. Игорь Анатольевич, если же вот человек всё-таки решил самостоятельно распрощаться с этой привычкой, это сложно сделать курильщику со стажем, скажем, ну, не знаю, с 20-летним? Ну, конечно же, вот такие школы, которые сейчас организуются, в поликлиниках, в общей сети здравоохранения, это здорово, это правильно, потому что они позволяют получить не только информацию, ну, которую можно получить в доступных средствах информации, но и получить именно целенаправленную информацию, да, действительно как бы избавиться от неких мифов, которые вокруг крутятся. Соответственно, это всё увеличивает так называемую мотивацию пациента на отказ от курения. А мотивация увеличивает вероятность отказа и достижения цели. Соответственно, достичь цель можно разными путями. Первый вариант – взять и отказаться от курения. Это, с одной стороны, непростой путь, но, с другой стороны, и не такой уж и сложный. То есть, всё-таки, если внутренне высокую готовность, если есть люди высокоорганизованные и, как-то, мотивированные, да, то есть, иногда, может, какие-то внешние факторы людей заставляют, да, человек действительно может отказаться, каким-то должен преодолеть определённые психологические проблемы, физиологического плана, в том числе, и отказаться от курения, да. А второй момент, конечно же, нужна какая-то поддержка. То есть, поддержка, вот, допустим, школы какие-то, то есть, работа, там, со специалистом с межных областей, да, ну, как вариант, допустим, кардиологические проблемы, да, то есть, врач говорит, если ты не будешь бросать курить, то твоё сердце, ну, будет поражаться достаточно сложнее, да. Ну, это является тоже дополнительными стимулами. Ну, и, конечно же, когда уже человек, вот, достаточно сложно, и это всё не помогает, ну, скажем, он может обратиться к нам в краевой наркологический диспансер, где уже получит, вот, систему бригадного подхода, где уже будут использованы все специалисты, воздействие на все мишени, то есть, с помощью врача-психиатра-нарколога, с помощью врача-рефлексотерапевта, психолога, и вот этот вот комплексный вот эти вот мишени, да, они позволят уже, ну, более целенаправленно попасть в яблочко вот этой вот проблемы, вот этой болезни, и способствуют отказу от курения. А как врачи помогают, вот вы говорите, и рефлексотерапевты, и психологи, и наркологи, как вот, как происходит лечение курильщика? Психолог, он занимается психологическим информированием, да, и работая с психологическими установками пациента, да, то есть, это элемент поведенческой терапии, то есть, нужно изменить поведение курильщика на поведение, скажем, некурильщика, да. Врач-нарколог, он занимается физиологическими моментами, то есть, потому что при отказе от курения возникает синдром отмены, то есть, возникают определенные рефлекторные реакции, которые начинают, ну, в той или иной степени беспокоить человека, то есть, здесь назначаются медикаментозные средства при необходимости, то есть, средства сенсибилизирующие, способствующие отказу от курения. И врач-рефлексотерапевт Наталья Ивановна, вот, может быть, она как раз и проговорит, потому что с точки зрения вообще всех подходов и доказательной медицины, да, именно рефлексотерапия является ведущим методом в методах отказа от курения. Вот как интересно. Каким образом это происходит, Наталья Ивановна? Ну, сказать однозначно, это очень сложно. Теорий различных много. А это пациенту ставят иголки, что с ним делать? Иголки, значит, существуют рекомендации Мездрава России в использовании иглорефлексотерапии, в лечении с синдромом зависимости от табака. Я работаю более 37 лет. Эта методика, конечно, где-то дополняется, где-то достраняется, где-то там обговаривается. Суть остается одна. Это снятие, облегчение синдрома отмены. Так называемая в народе ломка. Пациенты, которые приходят, говорят, я вот бросал 2-3 дня, и я не могу. И потом, говорит, я компенсирую это в один день и кушаю все, что нашему народу клеткам захотелось, да. И очень много пациентов говорят, если бы я знал, что так будет легко, и я свободно перенесу, я бы никогда не думал. Конечно, лечение требует особого внимания. Естественно, лечение требует внимания к особенностям пациента. Там определенно имеется стандарт. Ну, в этот стандарт мы дописываем то, что мы видим. Мы сегодня не скрываем, что, как правило, это страдание желудочно-кишечного тракта, потому что никотин сегодня не совсем хорошо работает на желудочно-кишечный тракт, потому что если говорить, то это просто будет непонятно. И, естественно, с первой процедуры пациенты, конечно, пробуют табак. И они говорят, я, говорит, покурил, одно-две-треть и дохнул, он мне не пошел, я не знаю, что это такое, и выбросил. И потом мы это держим, 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 и работаем дальше. Вот, работаем дальше. Лечение пять дней обязательно. Зачастую мы делаем три дня подряд, потом через день две процедуры с тем, чтобы пациента отследить без нас, а потом все-таки подкрепить уже с нами. Вот. Ну, безусловно, ко всякому лечению имеются противопоказания. Об этом я хотела здесь, в общем-то, сказать. Это онкологические обязательно заболевания, это острые состояния, это различные состояния патологические со стороны сердечно-сосудистой системы, потому что, как правило, приходят пациенты уже с развернутой той или иной патологией. К сожалению, приходят пациенты, 45 лет были у нас, ампутация, табак вызывает басмазут и сгущает кровь. В результате приходит молодежь, ну, что 45 лет пришел с ампутацией кто-то третий верхней голени, кто-то третьего бедра. 30 лет приходит у него синдром Реймно в августе в белых, в таких строительных теплых перчатках. И сосудистые хирурги говорят открыто, не бросите употреблять табак, значит, произойдет какие-то другие ситуации по поводу кисти. 30 лет. Конечно, об этом надо хорошо очень задуматься. Является перепотивоказанием и беременности, потому что там различные могут быть. То есть, в общем-то, с пациентами нужно очень вработать и очень что огорчать, что они сначала говорят о том, что все хорошо, а потом, когда начинается лечение, вот это вот все. И тогда уже, конечно, лечение подбирается с каким-то определенным ограничением. Ну, стараемся, работаем. Каждый день работаем. С 9 до 16 с паспортом. Может быть, обратиться в регистратуру. Его направят на консультацию к наркологу. Ну, а если я, так сказать, ко мне могут прийти, точно так же проконсультироваться. И работаем. Ну, я считаю, что игра мотивов у человека, у каждого, она своя. Понимаете? Чем выше внутренний мир и мотив. Ведь нам, когда говорят, значит, что вот надо делать так, кто-то это выполняет, так он и живет, и здравствует, да? Вот природу не обманешь, она возьмет тогда, когда это нужно. А когда только это, как сказать, заявление, да, вот, то, в общем-то, конечно, врачу надо помогать в работе. А вот я хочу. Ну, извините, мы не волшебники, мы тоже обыкновенные доктора, которые работаем. Ну, я хочу сказать, очень хорошо, и очень хорошо на сегодняшний день вышел приказ Министерства здравоохранения края. Во всяком случае, может быть, до меня не доводили, но вот за последние 30 лет это единственный был приказ, где оговорено о лечении и помощи по отказу табаку. Очень импонирует, что сегодня на передаче мы познакомились, что у нас имеется кабинет профилактики. Это очень здорово. Почему? Потому что даже то, что мы посеяли зверя, уже поле вспахали, что-то уже посеяли, и оно уже когда-то прорастёт. Пусть это будет не сегодня, пусть это будет завтра, но мотивы своё дело сыграют. Я считаю, что это очень хорошо. Юлия Владимировна, вот по вашему опыту люди идут в кабинеты отказа от курения, в поликлинику. Я не говорю про наркологический диспансер. Тут может быть что-то более глобальное, это уже лечение. А вот в кабинет отказа от курения в поликлинику приходят? Приходят. У нас приходят. Вот на первом цикле обучения ещё в 2020 году, на первый цикл, у нас пришла прям полноценная группа, 10 человек на первом занятии, правда. На втором их было уже чуть меньше, мотивации как-то, видимо, не хватило. Полный цикл завершило 6 человек, двое из которых полностью отказались от курения. Ну, 4 продолжают курить, ну, как бы меньше потребляют табака. То есть, как бы, мы работаем, а работа идёт. Люди, которым это интересно, у нас и терапевты, и с диспансеризацией, да, там мы отправляем, если выявляем диспансеризацию, фактор риска, такой, как курение, мы тоже их направляем в школу отказа от курения. Ну, там дальше уже работает врач по медицинской профилактике, который их приглашает, и вопрос в том, придут они или нет. Это их, ну, то есть, это зона ответственности пациента, мы не можем затащить. Но люди всё равно идут, мотивация есть, люди хотят, об этом говорят больше, больше говорят таких, ну, действительных фактов, да, о вреде курения, о том, как это действительно влияет на здоровье. Кто-то уже столкнулся с последствиями и хочет отказаться, чтобы сохранить и как-то, да, и что-то как-то нормализовать. Поэтому мотивация у каждого своя, как уже говорили. Но люди идут, да, мы приглашаем, отправляем с приёмов, они сами приходят. Ну, самообращений, на самом деле, меньше, конечно, чем то, что отправляем мы. Я хотела остановиться ещё на каком вопросе. Очень часто звонят, да, на консультацию, говорят о том, что в наркологический диспансер мы не пойдём, а то вдруг он на учёт какой-то поставит и всё прочее. Я вот воспользуюсь такой вот встречей у нас с вами сказать, что группа у нас, она никакого наблюдения, никакой учётности там юридической, да, там не дадут права, там, или наружи, она не играет. Как в любом государственном лечебном учреждении юридически оформляется медицинская документация. Перс врача коснулся пациента, он должен зафиксирован быть и отмечен. Поэтому воспользуюсь таким вот моментом, что пусть это люди не пугают, не настораживают. Всё благоприятно и всё доступно. Игорь Анатольевич, знаете, какой вопрос у меня закрался. Я очень часто, ну, не очень часто, очень редко даже, наверное, но встречала таких людей, которые говорили, я 30 лет курил, а потом вот в один прекрасный день выкурил сигарету, бросил её в мусорку и больше не курил. Вот такое бывает? И так правильно бросать, или это неправильно? Ну, смотрите, конечно же, есть, ну, вообще в нашей жизни, в нашем пространстве есть всё. И так как данная зависимость является всё-таки элементом химической зависимости, что подразумевает химическая зависимость? Ну, условно говоря, в голове формируются как бы вот клетки нейронов, которые обслуживают эту зависимость. Чем человек чаще и дольше, и больше этим пользуется, тем больше нейронов становится, становится, становится. На каком-то этапе, условно говоря, вот какой-то такой вот клубок, который обслуживает эту зависимость. Соответственно, на каком-то этапе человек, допустим, решил бросать курить. Он говорит, я буду бросать курить, вот я буду курить там поменьше просто. И вот он этот клубок кормил там пачка сигарет, допустим, в день, да, и он говорит, я буду пол пачки кормить. Он пол пачкой накормит только пол своей зависимости. А вторая половина зависимости будет его щипать, дергать, клевать и создавать физиологические и психологические и прочие сложности, да. Таким образом, все отказы от зависимости строятся, в принципе, на одном принципе. Полный отказ от употребления вещества. Поэтому, конечно же, вот эта схема, да, которая вот делает, это, в принципе, вот то, что я сказал, да, то есть, определенное волевое усилие, да, взял, отказался. Только полный отказ. Как раз вот это вот растягивание, я по чуть-чуть, вот оно, в принципе, в минимальной степени приведет к результату. То есть, только полный отказ, и мы работаем тоже по такой же системе. Пациент начинает отказываться от курения, и мы начинаем уже со всех сторон создавать поддерживающую атмосферу в организме с помощью рефлексотерапии, которая очень хорошо физиологически обрабатывает организм, да, которая создает, ну, некую, скажем, иллюзию, что что-то как бы хорошо, только уже без табака. И организм закрепляет новый рефлекс, что позволяет ему дальше удержаться вот в этой трезвости. То есть, грубо говоря, он не испытывает такого стресса, как если бы не было этой поддержки. Да, конечно. То есть, по сути, человек, который сам это делает, он ну, находится, вы правильно выразились, в стрессе, в большем стрессе. То, что обеспечивают вот, ну, специалисты, они уменьшают эту систему стресса, ну, скажем, сопровождая клиента к его здоровью, да, говорят, что в принципе, да, так бывает. Да, бывают некоторые вспышки, бывают молнии, но это не критично, это позволит тебе в конечном итоге прийти к результату к солнечному дню. И позволяет человеку, конечно же, отказаться добиться результата. И задам тогда последний вопрос, программа наша подходит к концу. Какой вред организму наносит курение? Нам всем кажется, что, ну, подумаешь, там, сигаретка, две, ничего страшного не случится. А какой вред на самом деле наносит курение организму? Вред курению? Курение пригоносит очень огромный вред организму, да. И как раз баланс состоит в том, что именно основной заход на отказ от курения на самом деле является именно здоровье, да. То есть ухудшение здоровья. Потому что все остальные нюансы, там, кожа чуть подвяла, там, пахнут, там, на работу не берут. Ну, они дополнительные, они тоже являются важными, но дополнительные. Ключевая позиция все-таки, что приходит, я хочу курить, потому что у меня серотонин несколько зацеплен на него, и это дает мне некий фактор удовольствия, это почему я хочу курить. А не хочу курить, потому что у меня и пошел перечень международной классификации болезней, да. Причем бьет, конечно же, табак, да. Смотрите, три таких, как бы, основных направления. Ну, первое, это само вдыхание вот этого всего, да. То есть, горящая сигарета, либо вейпы, они вдыхают вот эти все вещества. Они проходят через органы дыхания, и там начинает все оседать. Смолы, разные химические вещества, они поражают там все вот эту вот структуру. И тогда начинают органы кровообращения, органы дыхания, они начинают страдать и болеть. То есть, и дальше растекаются следующие болезни. Дальше, вот эти смолы, они начинают создавать, как бы забивать вот эти, ну, грубо говоря, да, бронхи и бронхиолы, да, что уменьшает доступ кислорода и полезных веществ в организме. Что тоже... Страдает мозг. Да, страдает мозг. Вот, смотрите, вся система начинает страдать. Ну, и уже не говоря о вот этих ядреных, вот этих веществах, которые, в принципе, провоцируют онкологию, что достаточно, вот, тяжело и опасно. Есть даже некоторые исследования, что якобы, когда не было курения, вот из исследований там старых древних времен, что онкология была на порядок меньше. Ну, разные исследования показывают это, да. Поэтому именно состояние здоровья является ключевым фактором для того, чтобы человек отказался от курения. Поэтому молодежь пока немножко как бы критичная. Начинает просто видеть, что я слабее, чем мои ровесники. Я вроде как бы там сильный, да, но чувствую, что одышка у меня чаще там, еще какие-то процессы. То есть, если человек как бы прогнозирует свое будущее, то, конечно же, он уже заранее будет отказываться от курения. А уже та группа населения, которая приближается к более зрелому возрасту, конечно же, она уже обрастает патологией, и это является, в общем-то, фактором всех болезней. Ну что ж, я, наверное, пожелаю нашим слушателям, чтобы они никогда не познали эту привычку, такую, как курение, и в случае чего обращались либо в краевой наркологический диспансер за помощью, либо в кабинеты отказа от курения. Так? Да, конечно. Пусть обращается в кабинет отказа от курения, они в разных учреждениях формируются, и в краевой наркологический диспансер, то есть обращается в поликлинику, которая находится по адресу Станико, Ч-53. То есть мы всех с удовольствием примем, окажем медицинскую помощь по отказу от курения. Пожелаем крепкого здоровья. Это да, это самое лучшее пожелание. И удачи. И удачи. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили об отказе от курения. В гостях у нас были Игорь Ковалев, заведующий Приморским краевым наркологическим диспансером, Юлия Тельнова, врач отделения медицинской профилактики поликлиники номер 6, и иглорефлексотерапевт Наталья Леонтьева. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова